День знаний Огнями подсветятся дома, улицы, дороги, мосты и пешеходные переходы. Праздничную иллюминацию включат вместе с уличным освещением в 20.05. Но главной изюминкой праздника станет настоящий живой концерт. Красноярцев поздравят и коллективы духового оркестра, и хорового ансамбля солистов «Тебе поем». И место для выступления выбрали весьма необычное. Концерт пройдет на крыше здания городской администрации. Так что зрителей не будет, но зато вы сможете услышать, как играют музыканты. Также сможете посмотреть прямую трансляцию в социальных сетях. Огонь отступает. На прошлой неделе наземные лесные службы потушили 193 лесных пожара в 29 регионах России. Сегодня идет тушение 65 пожаров на площади около 94 тысяч гектаров. В том числе полностью остановлено распространение огня на 35 пожаров. Самая сложная ситуация в Красноярском крае. Помощь региону в тушении пожаров оказывают более 300 парашютистов-десантников федеральной Томской и Тывинской авиалесохраны. Для заброски парашютистов на пожары авиалесохран ежедневно использовало около 20 вертолетов, не 8 арендованных у авиакомпаний. В нашем регионе идет тушение 24 пожаров на площади, пройденной огнем, более 77 тысяч гектаров. В том числе на данный момент полностью остановлено распространение огня 6 пожаров на площади, пройденным огнем, 6 и 7 тысяч гектаров. Работа продолжается. Более 90% пожаров труднодоступны и крайне удаленные территории. Отчитались в авиалесохране. Задержаны подозреваемые, которые финансировали запрещенную в Россию террористическую организацию «Исламское государство». Об этом отчитались сотрудники ФСБ. Это кадры с места задержания. Ячейки злоумышленников сумели вычислить во время совместной операции ФСБ, Следственного комитета, МВД России, Росгвардии и Росинформмониторинга. Законспирированные ячейки действовали не только в Красноярском крае, но и на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. По версии следствия, уроженец Дагестана собирал деньги посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт. Он же потом осуществлял доставку денег на территорию Сирийской Арабской Республики. За год ему удалось перевести больше миллиона рублей. Задержано шесть террорист, причастных к финансированию терроризма. Поликлиника Краевой больницы совсем скоро снова начнет принимать пациентов. Если точнее, то через 10 дней. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения. Можно будет записаться на прием к кардиохирургу, к гематологу, неврологу, нейрохирургу и другим. Врачи этих специальностей начнут прием позднее, после высвобождения отделения из базового инфекционного госпиталя и освобождения персонала. У каждого проходящего поликлинику будут проверять температуру и анкетирование наличия симптомов ОРВИ. Выход будет организован через служебный вход. Активность клещей в Красноярске возросла почти в два раза. В Краевом Роспотребнадзоре сообщили, что активизировали степные клещи, переносчики клещевого рикетсиоза. С 24 по 30 августа за медицинской помощью на жалобы на укусы клещей обратились 65 человек. В городе пострадавших 13. Обычно их сезон заканчивается в октябре. Всего с начала года в больницы с жалобами на укусы обратились почти 16 тысяч человек. Но это в пределах нормы. За последние сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом еще 110 человек. Из них 28 – жители Красноярска. Всего за время пандемии коронавирус выявлено 16 870 человек. Из них 13 416 вылечились. За последние сутки из больниц выписалось 57 пациентов. А за все время в нашем крае от коронавируса умерло 477 человек. И 7 за последние 24 часа. Уже с завтрашнего дня на дороге города выйдут дополнительные троллейбусы и автобусы. Красноярск переходит на осеннее расписание. Общее количество автобусов и троллейбусов и трамваев на маршрутах увеличится на 100 единиц, что составит 95% от обычного выпуска. К середине сентября в департаменте транспорта планируют выйти на 100% выпуск. Это около 980 единиц подвижного состава. В администрации напоминают, масочный режим продолжается и жители должны носить защитные маски при передвижении на общественном транспорте, такси, при нахождении на остановках и в закрытых помещениях. На Николаевской сопке появится новая смотровая площадка. До конца этого года на всем известной горе планируют обустроить целый комплекс. Там будет смотровая площадка на склоне, амфитеатр с навесом от дождя и местами для отдыха на возвышенности. Все элементы соединит экотропа. Конкурс на поиск подрядчика уже стартовал. В планах также пешеходная зона, парковка для автотранспорта, места для сбора мусора. Кроме того, запланированы работы по озеленению территории и организации освещения. Обязательные условия – сохранить все деревья в месте строительства. 18-летняя история Красноярска, умещенная в 2,5 минуты. В сети появилось видео, как меняется город со временем, как расстраиваются целые районы, вырастают мосты, как меняется архитектура и ландшафт, как на местах целых кварталов строятся новые дома. Автор просто наложил снимки со спутника прошлых лет и получилась целая история. Освежение Освежение Субтитры делал DimaTorzok Днем плюс 12, ночью коротковременный дождь В четверг осадков не будет, днем плюс 22, ночью плюс 13 В пятницу опять возможен дождь, днем плюс 21, ночью плюс 13 В субботу снова дождь, плюс 20 днем и плюс 10 ночью пасмурно А в воскресенье те же плюс 20, но уже без осадков, ночью плюс 9 Всем хорошей рабочей недели! Субтитры делал DimaTorzok